моё почтение дорогие друзья товарищи самогонщики им сочувствующие ну что же по трапезничаем чем бог послал а что нам сегодня бог послал это бутылочка бурбона от владимира дядя вова я тебя приветствую сейчас буду дегустировать кто не знает кто такой дядя вова дядя вова это мой добрый друг мой добрый товарищ мы с ним частенько отдыхаем недавно мы ездили вместе в питер на линогран стакан частенько мы ведем разные беседы на наши всякие интересные темы делимся опытом делимся наработками ну сами понимаете как все это происходит скажу честно этот бурбон я уже пробовал но пробовал я его когда он был отдохнувший после бочки всего лишь дай бог памяти для львов два месяца наверное а сейчас то уже прошло времени ой 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 как много как он отдохнул стекле и пришло время конкретно его продегустировать я человек русский я человек деревенский так что бурбон я буду закусывать свиноговяжьим холодцом с хреном с отварной картошечкой и в бородинским хлебушком и так начнем а поговорим друзья мы с вами о бродячих собаках да я буквально вот сегодня выкладывал ролик на свой второй канал кто не подписан обязательно подпишитесь зоны витальсона где я ходил кормил собак я частенько кормлю бродячих собак смех жалко особенно зимой они голодные холодные летом то им попроще тихо да и летом там их много кто подкармливает особенно в том месте где я хожу в гараж там у нас дальше дачи есть кто идет с дач до кто что там брал с собой тормозок то чего не доел отдают собакам а зиму им голодно вообще но я их подкармливаю вчера носил костяшки вот варил холодец кости остались носил но дело в чем а сейчас кстати у них там эти собачьи свадьбы начались вот их там этих собак целые толпы но дело в чем что не далее как не так давно это было в конце лета уже случился такой казус что нарвался я на стаю бродячих собак которых собак я не знаю в общем этом городе чуть они не порвали маленькую девчушку там лет семи ну может семи да может быть даже чуть поменьше кое-как я там отбил их сейчас об этом я хочу с вами поговорить вот вообще ваши мысли и да хотя бурбончику бы надо отдохнуть постоять ну ладно пусть буквально час три минуты отдохнет постоит в общем смысл то в чем у нас получается вот я по городу часто замечаю что некоторые собаки там бегаются такие пластмассовые какие-то вот хреновина у них на ушах стоят я так понимаю это забирают наверно сучек их стерилизуют видимо и ставит им вот это вот клеймо на ухо чтобы они ну скажем так не плодились да вот и вот те собаки которых я кормлю около гаража там муж с женой собаки очень интересно и много лет вместе вот две собаки мужик и баба они много лет живут тут вместе там и она да раньше она была постоянно пузатая ходила а сейчас вот ее получается стерилизовали у нее это пластмасска висит на ухе и все вот сколько я вижу да все реально она уже пузатая несколько насколько второй год наверно два года она уже пузатая не пузатая щенков она не приносит и все такое прочее не не плодиться вчера пошел кормить а там оказывается еще куча собак каких-то пришла ну ладно покушали они там вот тут смысл чем еще знаете как вот тут вот в этом в этом вот случае которую я сейчас вам расскажу какой то есть вот ну прям я не знаю мне кажется какая какая-то вот сила свыше есть сейчас у меня поймете в общем сидел я дома прошел дождь с утра прошел дождь на улице было не очень-то скажем так и холодно это был конец лета в принципе не очень-то холодно но прошел дождь на улице слякоть было да я приготовил дома салат довольно-таки много салата сделал ну типа оливье и думаю надо отнести теща она здесь от меня живет буквально недалеко ну к примеру в развалочку если идти там 7 минут ходьбы и что-то мне так неохота дождь прошел блин грязюка на улице грязная думаю ой что-то не охота идти прям все два завтра отнесу и в общем я занимался там какими-то своими делами туда-сюда туда-сюда время что-то уже где-то часам к трем-четырем дня думаю а не пойду сегодня отнесу четко как подтянуло меня положил контейнерик все это собрал и думаю так а вот духу тещи нету майонеза чтобы заправить этот салат что-то звонить не стал думаю ладно по пути зайду магазин у нас там магазин верный есть и факт то что если я в этот магазин не заходил верный я бы пошел другим путем теща и вот этот весь случай бы он бы не случился ладно собрался пошел зашел магазин верный купил майонезу и пошел у мы пойду через дворы там мимо домов никогда там не ходил потому что там всегда после дождя несусветное грязище я если ходил вот этим путем то там только вокруг по конкретному тротуару по асфальту до обходил все чтобы не месить грязь а тут что-то мне лень такая какая-то взяла думаю ай да ладно фиг с ней с грязью пройдусь здесь через дома там вот так вот а там получается через дома проходишь и внутри домов там детская площадка новая кстати детская площадка хорошая красивая все там построена вокруг детской площадки там кусты такие заросли вот и там вот есть проход ну там вот жишка вот это постоянно же дня думал он пройдусь иду туда вот виду все-то нормально прохожу уже к вот этим кустам лезу по вот этой жишки и смотрю вот так левее от меня ну буквально может быть метров тридцати так вот я просто взгляд бросил там девчушка бежит я так понимаю на эту детскую площадку но бежит и бежит народ никого на детской площадке никого здесь тоже никого ну нигде никого и с левой стороны с правой стороны у нас там в тот момент строилась котельная старую котельную ломали строю строили котельную новую и получается оттуда я вот так опять же правым таскать глазом вижу да что оттуда бежит ну какая-то там стая бродячих собак но бежит и бежит это я все это вижу неосознанно это сейчас я это осознанно рассказывать так я просто иду виду ну там девчушка бежит тут собаки берут я там прямо так вот и ну и я уже получается прохожу эту детскую площадку вот так вот через эту грязь перелез детскую площадку прошел девчушка получается осталось сзади меня и собаки он там где-то сзади меня а впереди получается тут у дорога и впереди стоит у так пятиэтажка я слышу что с пятиэтажки кто-то кричит ай-яй-яй вот такой вот возглас я так раз туда там какая бабка белье на балконе вешала и она что-то волос как начала орать и сзади сразу крик я оборачиваюсь это девчушка забежала каким-то чудом она прямо аж залетела на ворку на каталку а вот это стоя собак внизу я так понимаю они ее загнали туда она успела забежать они пытаются в общем на эту горку запрыгнуть залезть там лай стоит такой дикий у меня понимаете как бы вот это ну выключилась все в голове я у меня пакет я пакету такую сторону сам стою здесь вот на этом асфальте просто так рукой раз обосвать ну загреб там с краю асфальта там что там было ну я не знаю какая там щебенка дни щебенка вот это и короче бегом туда к этой детской площадке пару не бойся собакам ору но к разводить очень диким голосом таким белу ару и кидаюсь вот этими камнями в собак и вы понимаете что но это происходит очень быстро и они не убегают они продолжают на нее кидаться она пытается выше я ору ей не бойся и пока я не подбежал практически вплотную вот к этим собакам собаки кстати были чуть ли не мне по пояс такие серьезные только тогда они бросились в рассыпную это у меня в принципе в голове то это в тот момент не было это все делалось как-то на инстинкте я не думал хотя там о каких-то последствиях может они на меня могли бы броситься хрен знает что у нее в голове у этих собак было вот у меня я с голыми по идее руками да ну ничего как-нибудь там отбился бы хрен с ними тут реально на инстинкте все я лечу уже эти все чуть ли не вплотную подбираю тогда только эти собаки откинулись это девчонка там стоит такая вся трясется там вот такой в коротенком каком-то там платится да какая-то еще маленькая сумочка у нее здесь через плечо телефон там потом оказывается у него лежал я и кричу все 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 не бойся они убежали не бойся все хорошо все все хорошо и факт то что они раз я глянул смотрю они отбежали в сторону опять сбились в стаю и стоят вот так на углу там что трутся я так раз выхожу так вот сторону раз раз но они фугу и смотрю свалили там за дома куда-то все девчушки это егору давай слази все давай слази она придать погрязи тоже это и лезла там какие-то сандалики улетки на боссы ноги все многие грязничьи вся какая-то в это видимо пока бежала вся обрызгалась вся трясется все не трясись не бойся все хорошо я ты куда идешь я в парк а у нас там центральный паркера что ты теперь парке делать игру 1 что ты куда-то 1 ты идешь там есть вот это горшка два вершка у меня там брат в парке он меня ждет вот вот я иду к нему то ли она с детского сада шла я не понял к брату и получается брат там парке вы потом они должны были пойти домой телефон то есть там брат позвонить родителям надо то есть вот у меня есть сейчас я позвоню а сама смотрю по сторонам так а гладу оглядывается такая вот себя не бойся короче не бойся или пакет пошел взял мы пойдем я тебя сейчас на парк провожу а у меня тут получается тут теща тут справа дом живет и вот тут вот так вот парк я и да тут проводил вот говорю ну ты смотри в это самое как вот одна говорю страшно ходить собаки если что вот так вот будут нападать игру сразу убегая и главную кричи громче кричи кто-нибудь говорю взрослых обязательно поможет будет рядом ой спасибо спасибо такая интересная девчушка пока я до парка доводил все она мне рассказывала вот что вот ее когда-то там собака укусила маленькая она их не боится а тут вот они такие большие она она их очень испугалась вот и факту в чем что вот эти какие-то собаки непонятные ну в городе они тогда получается в черте города а вот так бы если бы не оказалось никого рядом если бы допустим эта девчушка не успела бы забежать на эту горку чтобы было да может они ее порвали бы в клочья что мало таких случаев ну слава богу у нас в городе таких случаев не было по телевизору показывают о чем я говорю я не говорю о том что надо убивать этих собак или что-то там с ними делать нет мир самому жалко я сам хожу кормлю бродячих собак а вот после таких всяких случаев вот он со мной случился этот случай да то ты задумаешься вот вроде их жалеешь и кормишь а тут получаются они такую хрень вытворяют что у них там в мозгах правда этих собак я не кормил ну какая разница кормил меня другие формы потому что я сколько раз вижу бабушки постоянно на люки на колено канализационные приходит накладывают там они там собаки эти кушают вот кто за этим следить должен за этими собаками как там кто-то какие-то службы тоже совершенно все непонятно в общем все это очень страшно я уж супруги потом купил такой здоровый электрошокер с фонарем потому что все равно получается ну вот этот путь да хоть там в другую сторону пройди хоть влево вот когда там я к тебе к тёче хожу когда мы вместе идем когда-то на 1 к матери идет на всякий случай билеты шокер а он такой этот ну со звуковым эффектом там трещит пипец чтоб хоть если мало любовь собаки эти выру кричи там кто-нибудь будет может из мужиков трекай ну мало ли что мало ли что ёпки палки и вот я прям если честно очень вот острого то у меня вот стал вопрос потом сейчас дальше еще расскажу историю из своего скажем так детства ну и там уже было юношество тоже с собаками я вот в липках жил у нас там был стройдвор я через стройдворка находил ну школу и школу можно было пройти там путем через железную дорогу окольным там через дырку а можно было пройти вокруг когда вокруг ходил я мы там с ребятами ходили на стройдворе там было столько собак просто жесть и они в принципе никого не трогали но когда начинались вот эти собачьи свадьбы они собирались эти собаки все в огромные стаи там просто просто огроменные стаи были да вот там уже было страшно ходить просто жесть в итоге у нас этих собак потом корейцы поели приезжали корейцы долгое время жили получается у нас там в окрестностях в аренду брали землю сажали там всякую редиску зеленуху укроп петрушку лук огурцы и все такое прочее да и в общем они всех этих собак там ловили и ели сами это не видел но люди об этом говорили в общем так ну ладно время уже прошло бурбончик отдохнул надо его употребить время пять минут седьмого вечера как раз импровизированный ужин получился и так хрустальный лафитничек 35 миллиграммовый дегустационный прикупил я таких набор 6 штук именно для дегустации чтобы не губастыми стаканами а так вот по чуть-чуть ой прекрасный аромат вот не ради красного словца ой сладкий прям сладкий аромат хотя здесь я знаю на сто процентов здесь нет никаких добавок там ну к примеру там не знаю дегстроза фруктоза мед сахар нет нет это чисто бочковая выдержка аромат прям сладкий и мне вот нравится еще знаете что вот здесь как у меня в вискаре у меня в вискаре сладости такой нет в аромате как здесь как он в бурбоне и здесь вот как у меня в вискаре есть вот эта нотка как я ее называю я по-другому не знаю какое назвать это как вот раньше в детстве было была газировка крем-сода вот нотки вот крем-соды вот этой я не знаю откуда они берутся ну бочка как-то на дает но это очень вкусно приятный сладкий аромат с вот этой вот крем-содой ни грамма никаких хвостов ничего здесь нету и вот он стекле бурбон отдохнул подольше и он еще лучше раскрылся чем когда мы его пробовали ну практически через два месяца ваше здоровье друзья дядя вов твое здоровье во вкусе чувствуется выдержка в бочке что это бочковой напиток но дубешника палки нету вот это какая-то слащавость такая порту разлилась приятно и мягко сколько здесь 42 очень мягко но класс и так закусим холодильником пока трындел уже картошка остыла ё-моё я люблю чтоб картошка была горячая она у нас было пока и тут вкусно очень вкусно так другим отключаюсь погрею картошку погрел картофанчик микроволновки а то невкусно о невкусно когда холодная картошка и холодный холодец вкусно как картошка горячая сейчас прям очень горячая закусывайте ребят вкусно это знаете вот сейчас иногда мне выпадают ролики мужики снимаю чисто как у них называется там ну этот мог банк просто сидят едят и пьют молча просто на камеру ничего не говоря просто молча едят и пью и смотрят хрен злой я люблю или с хреном или с горчицей ну сегодня с хреном вот что-то волосы на голове зашевелились хреном очень вкусно так что ребята напишите мне пожалуйста вот ваше видение данной проблемы которую я озвучил может это конечно не проблема вовсе но но она есть от нее никуда не деться и что с этим делать я не знаю чисто по-человечески по чисто по-человечески мне этих собак жалко когда начинаешь вот разбираться с другой стороны да блин убивать их не зрел я мою раз вы так или такие вещи творите да вот и бог узнает жду ребята ваших комментариев по этой теме вот еще еще есть некоторые комментарии такие но иногда интересные но это люди которые просто забирают на видосы это не подписчики не постоянные зрители видос посмотрит 2 сожрал больше чем выпил нафиг ема кто так пьет прям интересно такие вот видосы иногда читать а тут никто и не пьет мы не пьем мы дегустируем и самое главное я считаю выпивки вот когда сидишь за столом да и вообще это хорошо закусить хорошо покушать а не просто взять накидаться взять вот эту бутылку там выжрать да ну и занюхать ее вообще эту бутылку одним куском хлеба вот я считаю это никуда не годится я люблю конкретно покушать как говорю я всегда люблю повеселиться особенно пожрать я люблю покушать особенно а вот сначала вот если я сажусь ужинать это дело одно да а вот если где-то за столом вот сначала прям вот конкретно там стопочки три-четыре пока пьем да вот прям конкретно покушать ну а потом можно уже так выпил ну и чем-нибудь просто так децил просто закусить а так вот плотненько покушать хорошей на все но это от души а сидеть и бухать и я не знаю там взять один какой помидор там и сосать его без вечера а смысл какой я люблю кайфануть кайфануть не только выпивки но от еды тоже поэтому я да я признаюсь я люблю пожрать вот люблю пожрать пусть это конечно и сказывается на моей пузе но куда от этого деваться и за это надо выпить быть добру ребята а не красота ли да под холодильчик бурбон вообще сказка ой аромат сказочный только главное после хрена сразу не пить а то не поймешь хрена обжигает вкусно вот интересно чем там по правильному надо бурбон закусывать я не знаю как по мне я сейчас закусываю правильно вы ребят тоже закусывать вместе со мной когда я ем я глухо нем но это не про меня как же это вкусно как же это хорошо вот так вот посидеть ляля то поляк все дела поговорить мне нравится я знаю у меня огромное количество подписчиков которые подписались и ждут и смотрят именно вот такие видеоролики все остальное им не интересно как на сегодня там один товарищ написал да у тебя это не холодец у тебя это зельц да и выглядит он у тебя некрасиво и вообще он в общем шляпа вот я делаю холодец прислал мне какую-то фотку там из ресторана это типа я делаю я говорю блин да я не понтуюсь у меня все по-простому по деревенски вот я сделал зельц не зельц холодец не холодец да тут одно мясо это вкусно это очень вкусно я при слепой дегустации вместе поставить твой супер крутой холодец там фотка такая он весь там супер красивый нам на нем что-то лежит какая-то горчичка там туда-сюда там все тут это на деревянной тарелочке то я взятую егустацию мой как ты говоришь некрасивые зельцы твой красивый холодец и закрытыми глазами людям дать попробовать не факт какой люди выберут по вкусу первыми все просто говорю я не понтуюсь не кричу шла у меня вот это все тут супер-упер как делаю так делал красиво некрасиво вам вкусно а то видителя некрасивого влияние в ресторане вы чтобы себе тут стол сервировать первые подписчикам я показываю то как есть они понты как это за бургер покажут гамбургер там блин он там красивый пипец я не знаю из чего его сделали а придешь в бургер нити подают там херню какую-то непонятную так у вас походу в ресторане да главное чтобы на вид было красиво а что там внутри хрен с ним вкусно не вкусно я люблю показывать все по простому какой вот я в жизни как я делаю все так и есть вот именно все как в жизни без прикрас без всяких я как ем так и в жизни ем так и на камеру ем я как в жизни разговариваю так и на камеру разговариваю а вот эти какие всякие выпендрёжи не это не по мне сидеть тут это все знаете это одеть там галстук бабочку на этом это повязать тут это самое тут скатерть есть двумя пальчиками там я не знаю я так не умею я как умею вот так и умею и все хорошенько про мне уже набил уже пока ужин прошел вообще всегда последнее время стараюсь немножечко ограничивать себя ограничивать в каком плане хотя бы ну не жрать там перед снова до хрена да потому что реально подвержен я полноте и можно грубо говоря если месяца два вот так себя не контролировать а безбожно жрать то потом не влезть ни в одни штаны ни в одну рубаху для такое уже было несколько раз я там то худею то толстею то худеют и толстею у меня такие вот качели туда-сюда сейчас вот пока наверное последний ну вот и два вроде в одной паре вот стараюсь поддерживать себя вот нормально что и чуть-чуть и вес сразу лезет вверх это вот в основном началось ну да вот эти такие да 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 все такие качели по весу начались у меня а в основном после того когда я начал вести сидячий образ жизни когда я начал работать в охране это раз а второе когда я резко вообще начал поправляться когда я бросил курить курил всю жизнь потом бросил курить и все тут попел если аппетит какой-то неконтролируемый но мы потом максимальный вес какой у меня был это 124 килограмма но это не слабо это до хрена это очень тяжело и потом скидывать его очень тяжело на жрать то этот вес легко а вот скидывать тяжело так что давайте за это выпьем быть добро друзья хорошо очень вкусно ну молодец все ну поужинали а я все тоже поморился со вчера со сегодня с этими снегопадами блин не знаю в ночь будет не за 5 снегопад в гараже вы блин снег устал чистить на 1 а не станешь чистить потом вообще завалит еще хуже будет так все достаточно бурбончик зашел все таки надо таким напитком отдыхать и чем дольше тем лучше вот реально все ребята резко и не доел слишком много наложился в гору холодильник завтра даем на сегодня все жду ваших комментариев лайков подписок всем пока быть добро